Всем гурманам огромный привет на моем канале Европейская Кухня и хочу передать еще большой привет Жанночке. Жанна, я очень рада была с тобой познакомиться и спасибо тебе большое, что ты смотришь мои ролики, я очень рада, спасибо тебе. Итак, сегодня мы готовим спаржу. Спаржа особенно богата витамином С, это настоящее лекарство для нашей иммунной системы. Спаржа также содержит много витаминов группы В, которые хорошие для нашего клеточного метаболизма и кроме того у спаржа есть много минералов, как железо, кальция и фосфор, которые необходимы конечно для нашей крови и костей и вообще я его люблю и он очень вкусный. У нас сегодня будет три шага приготовления. Мы готовим сначала как бы оладушки с ветчиной, это называется в Германии кратцеде, это особенно знакомо на земле Бавария, нет, Баден, извиняюсь, Баден. Во втором шаре мы готовим саму спаржу и в третьем мы готовим такой винегрет из яиц, если вам нравится, оставайтесь со мной, я буду рада, подписывайтесь на мой канал, больше информации я конечно поставлю еще снизу в инфобокс, итак мы начинаем, поехали! В начале приступаем к тесту для кратцеды, для этого просеять муку в чашку, желки отделяем от белков, в муку добавляем желтки, соль, перец, мускат и молоко, все тщательно перемешиваем и вводим минеральную воду с зеленым лучком, еще раз перемешиваем и минут на десять оставляем тесто в покое. Готовим винегрет. Зеленый лучок порезать кольцами, а также помелчить петрушку. Сваренные вкрутую яички почистить и порезать на мелкие кубики. В чашке смешать зелень, винный уксус, соль, перец, горчицу и рапсовое масло. Добавить яички и убрать в холодильник. И так, ребята, хочу вам еще сказать, как узнать свежий спарж. Ведь только свежая спаржа – это хорошая спаржа. Он должен слегка мерцать такой влажностью, как бы. Потом он должен быть толстый и хрустящий. Слышите? И потом вот эти вот цветочки должны обязательно быть закрытыми, да, нераспущенными. Он не должен цвести, можно так бы сказать. И обязательно отрезайте сзади вот этот хвостик. И всегда тщательно его очищайте, чтобы он не казался горьким. Чистим спаржу и отрезаем концовки. В миской кастрюле доводим воду до кипения. Добавляем соль, сахар, дольки лимона и вкладываем в спаржу. И варим минут 12 до готовности. Если спаржа прогибается, значит он готов. Пока варится спаржа, взбиваем оставшиеся белки. От ветчины отрезаем кусочки жира. Затем осторожно вмешиваем взбившиеся белки в массу для крацеды. Теперь нагреть сковородку, слегка смазав ее маслом. Влить одну поварешку или большую ложку теста. И в еще жидкое тесто наверх положить ломтики ветчины. Испечь крацеда до золотистого цвета. И перевернуть, и на стороне с ветчиной тоже поджарить. Вынуть из сковородки. И чтобы остались теплыми, поставить в духовку при 80 градусов. Паржа дать аптечь от воды. И красиво сервировать с крацедой и яичным винегретом. Итак, ребята, вот такая красивая тарелка у меня получилась. Я уже очень рада его попробовать. Потому что я его правда очень люблю. Это блюдо от него, а это блюдо. Давайте попробуем. Я уже очень рада. В общем, спарж готовый. Винегрет тоже отличный получается. Так вкусно правда, ребята. Добавляем наши оладьки с ветчиной. Очень пышные и вкусные. Обязательно попробуйте. Благодарю вас за просмотр. И до следующего раза. Пока! Пока!